Современное общество называют обществом потребления. Мы слишком много потребляем различных товаров и услуг. Соответственно, и проблемных историй становится только больше. Бракованный товар попался, некачественная еда была в кафе, цена на чеке одна, а на кассе говорят другую, и так далее, и тому подобное. Что делать? Где получить помощь? Сегодня на эти вопросы нам ответит Мария Сергеевна Оралова, начальник отдела по защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. Мария Сергеевна, здравствуйте. Добрый день, Ирина. И первый вопрос актуальный именно в эти дни. Это закрытие сообщения с Китаем из-за коронавируса, отмена рейсов на всех видах транспорта. Соответственно, возврат билетов, путевок, бронирование отелей. Появились уже первые жалобы и претензии населения? Да, действительно, этот вопрос сейчас очень актуален. 24 января, как мы знаем, Ростуризм на своем сайте разместил сообщение о нежелательности нахождения российских туристов в Китай. Соответственно, с этого дня все путевки, которые были приобретены в данном направлении, подлежат возврату туроператорами, турфирмами и авиаперевозчиками. К сожалению, не все турфирмы готовы сразу решать вопросы со своими туристами. И люди обращаются к нам в управление. Практически каждый день на самом деле поступают звонки или письменные обращения от граждан, которые заключили туристические договоры по выезду в Китай. Но стоит отметить, что некоторые люди слишком торопятся идти в Ростпотребнадзор, еще даже не обратившись в турфирму. Всем таким гражданам мы предлагаем написать претензию письменную в адрес туроператора или турагента, с которыми заключены соответствующие договоры. И уже потом, исходя из ответа на их письменную претензию, будем смотреть, что будет дальше. На самом деле мы надеемся, что все участники туристического сообщества отреагируют надлежащим образом на ситуацию и согласятся расторгнуть с туристами договоры. Единственное, что хотелось бы отметить, все-таки и мы советуем туристам, да, и Ростуризм на своем сайте советуют тоже по возможности не полностью отменять эти поездки, а переносить их, возможно, на летний, например, период или там на дальнейшие школьные осенние каникулы. Ну, люди обычно планируют согласно своим еще возможностям. То есть первый шаг не идти сразу в Роспотребнадзор и все-таки обратиться в компанию, в туристическую, да? Да, все верно, конечно. Сначала с письменной претензией обращаемся в туркомпанию и потом уже, если вдруг она отказывается, тогда мы сами как бы вступим в работу, да, и, ну, в крайнем случае будем готовы защитить потребителя в суде. А сколько закон дает времени на рассмотрение туристической компании вот этой претензии, жалобы, то есть сколько человеку ждать? 10 дней. 10 дней срок, в который турфирма должна решить этот вопрос, да, и дать ответ потребителю о том, что она готова вернуть ему деньги. Мария Сергеевна, уточните, пожалуйста, какие в целом входят вопросы в компетенцию отдела по защите прав потребителей, с чем люди могут идти к вам жаловаться? На самом деле у нас, очень широкий круг аспектов, с которым обращаются потребители, это и качество любых видов товаров, начиная от продовольственных, да, заканчивая непродовольственными товарами. Это любые аспекты качества услуг, всех, собственно говоря, услуг. По большому счету все правоотношения, в которых человек как потребитель, то есть для личных нужд, приобретает товары либо услуги, они все регламентируются так или иначе законом о защите прав потребителей. Таким образом, весь спектр товаров и услуг относится к нашей компетенции, но здесь уже как бы, да, можно говорить о том, каким образом рассматривается это сообщение, то есть не каждое, конечно, обращение будет основанием для проведения проверки, для проведения каких-то других надзорных мероприятий, но так или иначе на все свои обращения потребители получают компетентные ответы. Зачастую это разъяснение законодательства действующего и приглашение в наш консультационный центр для составления претензий или исковых заявлений. Если не брать ситуацию с КНР, то по каким направлениям претензий больше? Еда, техника, одежда? На протяжении нескольких последних лет лидировали обращения по качеству услуг. Однако вот в прошлом году у нас снова большая часть обращений поступила в отношении товаров. Ну и, конечно же, это технически сложные товары, потому что у нас огромное количество, да, как мы знаем, гаджетов современных, все они отнесены к перечню технически сложных товаров, начиная от крупной бытовой техники, заканчивая всеми нами используемыми смартфонами. Вот, так что... Ну, то есть люди жалуются на холодильники, свечи, печи, я не знаю, телефоны? В основном телефоны, конечно, да. Ну, тем более, что, да, смартфоны сейчас доступны в различных ценовых категориях. И у нас, наверное, там, лет семи, да, ребенку приобретается смартфон для того, чтобы там и его контролировать, да, каким-то образом. Ну и дети у нас тоже уже все растут совершенно в других условиях, нежели росли мы. Соответственно, и до 80-ти и так далее лет, да. Человек обращается в Роспотребнадзор с такой проблемой уже, вероятно, тогда, когда непосредственно в магазине, торговом центре ему отказали вообще, не поменяли, там, не вернули деньги. Как вы помогаете? Вы решаете вообще реально эти вопросы? В основном, да, действительно обращаются уже тогда, когда отказали в магазине. Но, как правило, люди не прикладывают нам тех претензий, которые они написали в магазин, да, тех ответов на претензии, которые они получают. Очень часто, ну, вопрос же такой достаточно широкий, и здесь нужно смотреть все-таки об обязанности продавца, да, заменить там тот или иной товар, и именно обязанности продавца отреагировать на ту претензию, которую потребитель написал. Не каждый сложно технический товар мы можем попросить заменить, например, да, или вернуть деньги. То есть, очень часто это может быть требование только ремонта, ну, соответствующего, да, гарантийного ремонта. А при этом потребители не хотят ремонтировать, они хотят уже сдать, например, да, товар, получить деньги. И в данном случае отказывая продавец прав, и он действует в рамках законодательства. Поэтому, конечно, ну, мы рассматриваем требования, мы разъясняем потребителю, на что он имел на самом деле право, например, да. В некоторых особо серьезных случаях мы направляем запросы в адрес продавцов, стараемся решить проблемы. Ну, то есть, да, мы по-разному действуем. Расскажите, пожалуйста, вот алгоритм обращения в Роспотребнадзор, то есть, какие документы надо прилагать, кому куда писать, как быстро рассматриваются эти все вещи, и через какой период времени человек реально может получить свои деньги? Ну, вот в рабочие такие моменты. Так, ну, насчет алгоритма, да, и что прикладывать. Вопрос того, какие документы потребитель решает приложить к своему обращению, ну, это вот каждый сам решает для себя, конечно же. Но если вы уже обращались в магазин, если у вас есть уже претензия и ответ на нее, конечно же, хорошо будет, если специалист, работающий с обращением, ее увидит. Конечно же, безусловно. Поэтому к обращению можно приложить претензию и можно приложить ответ продавца. Срок рассмотрения обращений граждан составляет 30 дней и в некоторых случаях может быть продлен еще на 30 дней. Если говорить о реальных сроках, когда потребитель может вернуть деньги, например, да, вообще в идеале потребитель может вернуть деньги в течение 10 дней после обращения к продавцу с грамотно составленной претензией в правильном, например, случае, да, когда действительно он имеет на это право. От продавца он может получить деньги. От продавца, да. Если он там, правда, не нашел, он пришел к вам. Да, он пришел к нам, например, да. Мы ему разъяснили, что в этой ситуации он не имеет права получить деньги, он имеет право получить только гарантийный ремонт, например, да. И он идет после получения нашего ответа и пишет уже претензию в рамках действующего законодательства, да, то есть в которое указывает, что он просит провести гарантийный ремонт. И ему проводят гарантийный ремонт, ну, да, исходя из определенных моментов, то есть в зависимости от сложности этого ремонта, да, там, нужно ли заказывать детали или не нужно, ну, то есть... А если он имел право получить деньги, но магазин по каким-то причинам отказывается, понятно, по каким, он пришел в Роспотребнадзор, то как быстро все происходит? Если человек пришел в Роспотребнадзор, человек имеет право, да, изначально, предположим, на получение денег, получив наш ответ, он идет либо с еще одной претензией в магазин, либо он идет сразу же с исковым заявлением в суд. И дальше уже в зависимости, да, от сроков рассмотрения искового заявления в суде, у конкретного судьи, эти вопросы решаются. Но вот на самом деле, мне кажется, что большая часть таких проблем решается в грамотно составленной претензии. Грамотно составленной претензии в адрес адекватных все-таки продавцов, да. Потому что, ну, надо все-таки учитывать, да, что у нас действительно огромное количество товаров в обществе, у нас действительно общество потребления, у нас уже только, не знаю, ленивые что-нибудь не продают. И все-таки люди, когда идут в магазин, в основном они смотрят на что? Чтобы цена была пониже. Хотя можно же, например, да, заранее почитать какие-то отзывы в интернете, о, например, да, об этих продавцах, о том, что кому-то, например, там, очень долго не возвращали деньги, кому-то очень долго ремонтировали технику, да, вот этот конкретный продавец. Поэтому, ну, я всегда в этих вопросах рекомендую все-таки, да, прежде чем ты пойдешь, отдашь свои честно заработанные немалые деньги, там, за смартфон, например, холодильник или стиральную машину, все-таки изучить, ну, у нас так же, как общество потребления, да, сейчас общество открытой информации, полно ее на просторах интернета, да, и, ну, обезопасить себя, да, и подходить с умом, конечно, к покупкам, да. Да. Бывают ситуации, и я так понимаю, что их становится тоже сейчас немало, когда в ценнике на товар указана одна цифра, подходишь на кассу, а там почему-то другую озвучивают. Кто здесь прав, продавец или покупатель? Конечно, в данном случае прав покупатель. И, как вы сказали правильно, таких ситуаций сейчас немало. И я так вот думаю, примерно с 2015 года этот вал обращений, он просто бесконечный, именно о разнице в цене на ценнике и кассе. А что это, оплошность продавца или какой-то тайный план? Иногда это технический сбой, иногда это невнимательность, там, именно вот продавцов, да, там, администраторов, может быть, торгового зала, то есть по-разному это все бывает, конечно же. Иногда это бывает и невнимательность покупателя, то есть когда, например, да, мы все понимаем, много-много ценников висит, просто не туда посмотрел, ожидал увидеть на кассе одну цифру, увидел совершенно другую. Но мы будем говорить о том, когда ситуация складывается так, что покупатель прав. И действительно у нас на ценнике в зале одна цена, на кассе у нас цена другая. А не может быть, что это какой-то расчет продавца, что покупатель не заметит? Ну, может быть, конечно, в каких-то ситуациях это и расчет продавца, да. Ну, и наверняка не все замечают, ну, на самом деле, да, не у каждого есть привычка там статичек, сверять, да, потом в конце там покупок своих. Ну, то есть мы можем говорить, конечно, и о таком расчете холодном. Хорошо, кто здесь прав? В данном случае прав, конечно же, покупатель. У нас есть требования законодательства, это и нормы правил продажи отдельных видов товаров, это и нормы закона о защите прав потребителей, и нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, в совокупности которых мы делаем вывод о том, что в любом случае покупатель должен иметь право приобрести товар по цене, указанной на ценнике. Ценник у нас является, да, частью договора купли-продажи, частью оферты, по которой продавец предлагает покупателю приобрести тот или иной товар. Поэтому именно по этой цене покупатель и решает для себя, нужен ему этот товар или не нужен, да, и потом уже, конечно же, вправе требовать, ну, или перерасчета, или возврата денег, если он уже их заплатил. В данной ситуации мы настойчиво рекомендуем, если вдруг вы не нашли взаимопонимание, например, там... С кассиром. Ну, с кассиром, как правило, и не найдете, да, то есть там с администратором зала или там директором магазина, вы, пожалуйста, присылайте нам в управление фотографию ценника и фотографию вашего чека, ну, или просто чек. Только желательно как бы так сделать, чтобы они были на одной фотографии сфотографированы, да, чтобы было видно, что именно в этот день этот товар стоит столько-то, а в вашем чеке совершенно другая цифра. И такие приложенные документы смогут нам стать основанием для привлечения к административной ответственности по статье 14.7, часть 1, обсчет потребителя. А правда, что сейчас не нужно уже иметь чек для того, чтобы вернуть товар? Ну, на самом деле, с момента вступления в силу закона о защите прав потребителей в 1992 году, такая норма уже была в нем, и потребителю действительно не нужен чек для того, чтобы вернуть товар. Однако, если у него нет чека, он в любом случае должен каким-то образом доказать продавцу о том, что он приобрел это изделие, да, именно в этом магазине. Например, заручившись, ну, какими-то объяснениями тех людей, которые были с ним в этот момент, или там тех, которые знали, что он вот... А если он карты переводил, деньги? А если он переводил карты, так вообще прекрасно, ну, выписку делаешь, и вообще, да, все сразу понятно и ясно. Ну, мне кажется, когда вот идет расчет по карте, это вообще крайне удобно. Никто никогда не скажет, что вы не купили это у нас. Что делать, если тебе навязывают какие-то дополнительные услуги? Нередко такое бывает в страховых компаниях. Действительно, такое нередко бывает, и о навязывании страховок у нас сейчас не слышал, наверное, ну, только кто-то совсем далекий, да, от всего этого. К нам даже поступали жалобы о навязывании страховок на почте России, более того, там, при оформлении, например, почтовых переводов. При каких обстоятельствах чаще всего навязывают страхование ненужное людям? Ну, исходя из обращений потребителей, да, чаще всего все-таки люди сталкиваются с навязыванием страховок при заключении кредитных договоров. Но в данном случае, ну, понятие навязанное, это как бы, ну, нужно немножко в кавычки все-таки брать, потому что в каждом договоре страхования из тех, которые я видела, да, при рассмотрении обращений, всегда есть графа о том, что я осознаю, что решение банка о представлении мне кредита не зависит от наличия договора страхования. Ну, то есть подписывая подобный пункт, да, под ним всегда ставится подпись отдельная прям. Наличие подобного пункта в договоре однозначно будет свидетельствовать для суда о том, что никто вам эту страховку не навязывал. А если человек откажется подписывать этот договор, ему просто не дадут этот кредит? Этого не может быть. Ну, вот на самом деле мы даже некоторые, так сказать, опыты проводили у себя в отделе, если можно так сказать, да, на наших сотрудниках, которые шли оформлять кредит. Испытано на себе. Да, то есть идет человек оформлять кредит и просто, просто говорит, вот это мне не нужно, это мне не нужно. Банк тогда может сказать, что ставка по кредиту будет немного выше, чем, ежели она была бы при заключении договора страхования. И это право банка. Это нормально, потому что он должен обеспечить себе возвратность этого кредита, да? Да. Вот. И поэтому, если человек соглашается с тем, что, ну, предположим, у него будет немножко выше ставка по кредиту, никакой страховки ему никто не навяжет, соответственно, и, ну, как бы говорить уже будет не о чем. Но хочется, опять же, сказать, что если вдруг вы в каких-то обстоятельствах, да, заключили договор страхования и вдруг поняли на следующий день, там, через два дня, через неделю вы поняли, что этот договор страхования вам не нужен, то, исходя из действующего законодательства, вы имеете право в течение 14 дней с момента заключения договора страхования отказаться от него. Это не так давно, ну, в масштабах истории, не так давно действующее с 2016 года указание Центробанка Российской Федерации, которое вот представило потребителю такой период охлаждения, так называемый. Соответственно, информацию, да, о том, что вы решили отказаться от договора страхования, вы должны направить, естественно, в страховую организацию по установленной форме, как правило, на сайте страховых организаций все это подробно расписывается или в договоре страхования расписывается в каком виде. Зачастую это, конечно, например, по почте отправить, да, с уведомлением, но я думаю, когда речь идет о десятках тысяч рублей, то можно и по почте действительно отправить, там, сходить уже, как бы, да, потратить свое время на это. Это касается всех видов страховок? Страховок, да. Да, это касается любого вида страхования, то есть все, где вы действуете как потребитель. То есть, ну, ОСАГО это, конечно, не берем, потому что это обязательное страхование, а там, где вы как потребитель, вы имеете право вот на основании этого документа отказаться от договора страхования и вернуть деньги. Да, и вернуть деньги. Мария Сергеевна, вот у нас в редакции бывают иногда такие звонки от пожилых людей, которые не знают уже, куда обратиться и звонят на телевидение, они говорят, что они приобрели какой-то товар, к ним приходили какие-то люди, то ли лекарства, то ли медицинские какие-то аппараты, и потом они понимают, что они, ну, чуть ли не загипнотизированы были, ну, я, конечно, утрирую, в общем, просят помощи. Что можно здесь сделать? Да, вы знаете, Ирина, это тоже достаточно актуальный вопрос, и с этим сталкиваются не только пожилые люди, но в большей степени пожилые, да, когда им, например, звонят домой или приглашают прийти, да, куда-то, где будет проходить демонстрация, например, медицинских изделий или просто каких-то изделий, да, там бытовых для дома. И потом впоследствии, да, их там хорошо принимают, надо сказать, да, с ними там общаются, разговаривают, да, поят их чаем, да, ну, то есть создают обстановку, в которой действительно человек расслабляется. И потом рассказывают о плюсах, например, да, того или иного изделия, например, там это очень часто бывают массажные какие-то накидки, ну, то, что действительно могло бы, да, им быть полезным, да, просто в обычной жизни даже, не в качестве лечения, а просто полезным. И предлагают купить. И, конечно, когда человек в таком, да, расслабленном, приподнятом настроении, они зачастую соглашаются и приобретают эти изделия, ну, чаще всего, опять же, в кредит. То есть тут же есть и представитель, который готов закручить с ними кредитный договор на баснословные для пенсионеров деньги. Тут важно что отметить, что товар может быть сам по себе и неплохой. Качественный, да, конечно. Ну, конечно, смысл в том, что намного завышена стоимость его, как правило, так? Ну, насчет завышенной стоимости это нужно, да, уже потом смотреть. Иногда бывает завышено, иногда и не завышено. Ну, то есть он может просто так стоить, да. Тогда в чем проблема? Ну, проблема в том, что, как правило, такие товары являются предметами, которые не подлежат возврату, если они качественные. Вот это как раз такие проблемы. Однако, не так давно, отвечая на подобное обращение, мы находили судебную практику, при которой суд обязывал продавца расторгнуть договор купли-продажи с потребителем, исходя из отсутствия у потребителя на момент приобретения необходимой информации об этом товаре полной, да, исходя из того, что товар приобретается в неспециализированных магазинах, и потребитель не может, как бы, да, его надлежащим образом рассмотреть, попробовать все его функции. Вот, ну, то есть многие суды идут на помощь, да, как бы, на встречу таким гражданам. Но здесь хочется сказать, что, что, ну, просто нужно не забывать о своих родственниках, да, нужно им звонить, нужно узнавать, ну, чем они планируют заняться, например, сегодня, да, то есть чтобы, там, бабушка еще до того, как она туда собралась пойти, чтобы она позвонила, например, да, там, дочке, внучке и сказала, а вот я там вот хочу сходить, там, мне накидку массажную предлагает, как ты думаешь, стоит или нет? И, конечно, уже, как бы, да, молодежь, она быстрее реагирует на это, на все, и, ну, и знает больше информации, да, обладает, и расскажет о том, что идти туда не надо, я тебе лучше на 8 марта ее подарю, ну, например. Да, ну, с другой стороны, люди, которые занимаются такими продажами, у них есть специальные тренинги, и они знают, на какие болевые точки, вот, людям, что называется, доверить, да? Конечно, да. Поэтому, конечно, бывает так, что эти пожилые люди больше верят вот этим чужим, чем своим. Да, к сожалению, да. Мария Сергеевна, спасибо, что пришли, что дали актуальную, полезную для наших зрителей информацию. Будем вас еще приглашать. Спасибо, до свидания. Спасибо, что пригласили. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова